Чубайс враг. До сих пор он министр. Это чудовищно. Как он может быть министром? Как может быть институт имени Гайдара, фонд имени Гайдара, фонд имени Ельцина, улица Ельцина, бюст Ельцину. Всю страну раздал за одну ночь. Пропил страну всю 8 декабря 1991 года. И ему памятники поставили. Вы тоже должны знать, мы не можем жить под этим флагом бело-красно-синим. Это флаг торговый, это флаг Власова, флаг Керенского. Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Под этим флагом мы достигли максимум успехов. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо. Тогда будут уважать. Могут и гимн вернуть, боже царя охрани. Все, союз вековой, народов сплотил, а народы плюют нам в лицо каждый день. Это великолепный был гимн. Гимн о том, что храни своего руководителя, храни свою страну. Она единственная твоя. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст согласия. Когда пошел плохой спектакль в Париже, царь позвонил и сказал, вам нужно 100 тысяч новых зрителей в ваш парижский театр. Те поняли и заткнулись. Спектакль сняли. Когда Владимир Владимирович Александр Третий и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну. Дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу. Всю казну на войну. Рука мощная такая. Стол чуть не треснул. И быстренько шпионам доложили британскому послу. И Лондон, все, все, никакой, мы ничего не делаем. Все в порядке. Войны не будет. Они должны бояться. Бояться каждый день и каждый час. Нам нужен другой министр иностранных дел. Нужен министр пропаганды. Последняя моя фраза. Ужель не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? А что вы не встали, ЛДПР? Чего вы сидите-то напрягаетесь? Я сказал, встаньте. И что, еще раз? Вот так, но, но. А я на карандаш возьму. Видите, боятся. Вот и вы. В одной партии, в которой мне пришли, и все боятся. А вдруг не так. А вдруг сейчас он скажет, а это не надо нам. Не побегу в Теренную Россию записываться. Не, не, ваши не побегут, я уже знаю. Но хочу, поскольку у нас все-таки трансляция и запись телевизионная, хочу сказать, что все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Да. Да, но зажигает красиво. Пожалуйста. Слова, слова. Слова. Да, у нас свободный слух. Пожалуйста.